Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 24 июня. В этот день в истории нашего Отечества. В 971 году великий князь Киевский Святослав Игоревич и византийский император Иоанн Цемисхий заключили мирный договор. В 1769 родился Василий Стасов, архитектор. В 1783 в крепости Георгиевск был заключен Георгиевский трактат «Договор России с грузинским царством Картли-Кахетти». В 1844 родился Илья Репин, художник. В 1900 родился Григорий Штерн, военачальник, герой Советского Союза. В 1925-м Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав «Общество друзей советского кино». В 1959-м на американской выставке в Москве вице-президент США Ричард Никсон встретился с советским лидером Никитой Хрущевым. Их дискуссия получила название «Кухонный спорт». 24 июля 1769 года в дворянской семье в Москве родился Василий Стасов, будущий архитектор. Он рано потерял отца, и чтобы хоть как-то помочь семье, начал работать. В 1783 году его зачислили в экспедицию архитектурных дел Московской управы благочиния учеником. В 1794 году Стасов приехал в Петербург для прохождения воинской службы. Выйдя вскоре в отставку, в 1797 году Василий Петрович вернулся в Москву и работал архитектором главной соляной конторы. В 1801 году он был представлен Александру I в качестве оформителя сокольнического поля для коронационных торжеств 1801 года. И вскоре, по личному указу императора, он был направлен во Францию и Италию для усовершенствования знаний. В Италии в 1807 году Стасов, вторым среди русских зодчих после Василия Баженова, был удостоен диплома и почетного звания профессора Римской академии живописи, скульптуры и архитектуры Святого Луки. В 1808 году Стасов вернулся в Россию и был определен в ведение кабинета его императорского величества. С этого времени он принимал участие в крупнейших заказных работах двора и государства. В 1811 году получил звание академика. К основным работам архитектора в Санкт-Петербурге относятся провиантные магазины на обводном канале. Павловские казармы на Марсовом поле, главные придворные конюшни, ямской рынок на разъезжей улице. Постройки Стасова отличаются представительностью и торжественностью архитектурных форм. Развивая идеи русского ампира, он часто обращался к строгим формам дорического ордера. К лучшим постройкам Стасова в северной столице относятся два величественных пятиглавых собора – Спасо-Преображенский и Троицко-Измайловский. Более 20 лет Василий Петрович работал в Царском селе. Здесь он оформил целые кварталы городской застройки, а также интерьеры Екатерининского и Александровского дворцов. Стасов много работал и в других городах империи. В Костроме он построил гостиный двор, в Саратове – собор Александра Невского, в Новгородской губернии – самая известная его работа – усадьба Грузина. Трудился Стасов и в Москве. Одна из лучших его работ здесь – Провианские склады. Другой русский архитектор Алексей Щусев так писал о них. Это группа сооружений чисто утилитарного порядка, окрашенная в простой белый цвет – одна из лучших в архитектуре Москвы. По совершенству своих форм она стоит рядом с лучшими произведениями русской архитектуры. 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск был заключен Георгиевский трактат – договор России с грузинским царством Картли-Кахети. На протяжении многих столетий Грузии приходилось лавировать между двумя опасными могущественными державами – Турцией и Ираном. К 18 веку Грузия фактически была поделена между этими странами. Единственной союзницей для Грузии могла быть Россия. Оба государства сближала и православная вера. Первая реальная попытка долговременного союза с Россией произошла в эпоху Петра I. Однако договор был заключен лишь в эпоху правления Екатерины II, когда Россия стала сильной и вела победоносные войны с Турцией. В конце 1782 года царь Ираклий II обратился к российской императрице с просьбой принять Грузию под покровительство России. Стремясь упрочить позиции России в Закавказье, Екатерина II предоставила князю Потемкину широкие полномочия для заключения договора с царем Ираклием. Уполномоченными с грузинской стороны были князья Багратион Мухранский и Чевчевадзе. По договору Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики. Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территорий Картли-Кахети. Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Стороны обменялись посланниками. Договор уравнивал в правах грузинских и русских дворян духовенство и купечество. Особо важное значение имели четыре секретные статьи договора. По ним Россия брала на себя ответственность защищать Грузию в случае войны. Также Россия обязалась при ведении мирных переговоров настаивать на возвращении Картлийско-Кахетинскому царству владений, которые издавна ему принадлежали, но были отторгнуты Турцией. Одновременно грузинам настоятельно рекомендовалось сохранять единство и избегать междоусобной розни. Установление протектората России в отношении Грузии резко ослабило позиции Ирана и Турции в Закавказье. Хотя в 1787 году российские войска были выведены из Грузии, российское влияние в этом регионе продолжало усиливаться. В период правления Павла I грузинское царство на вечные времена, как было сказано в мунифесте, вошло в состав Российской империи. 24 июля 1844 года на Украине родился Илья Репин, будущий художник. В детские и юношеские годы он испытывал нужду и лишение. Едва успев получить начальные уроки рисования в топографической школе, он начал писать иконы и портреты, чтобы прокормиться. В 1863 году Репин приехал в Петербург. В рисовальной школе он встретился с Иваном Крамским, который сразу заметил талантливого юношу. В 1864 году он поступил в Академию художеств и блестяще закончил ее конкурсной картиной «Воскрешение дочери Иаира». Золотая медаль, полученная Репином после окончания Академии, дала право на поездку во Францию, и он отправился в путешествие. В Париже Илья Ефимович много работал, писал этюды, а также картины, парижское кафе и негритянка. Создал на былинный сюжет полотно Садко. Но подлинный расцвет творчества Репина начался в 1876 году, с момента его возвращения на родину. Он стал одним из ведущих художников-передвижников. Для его творчества стало характерным изображение повседневной жизни и истории народов России, ее природы, социальных конфликтов и обличение общественных порядков. В 1882 году начался самый значительный, самый плодотворный период его творчества. За 10-12 лет Репин написал большинство своих наиболее известных произведений. Такие, например, как «Крестный ход» в Курской губернии, «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В этих картинах Репин создал собирательный образ русского народа. Репин обращался как к истории, так и к современности. В исторических полотнах он раскрывал трагические конфликты прошлого, например, картина «Иван Грозный и сын его Иван». В других его картинах мы видим современное ему революционное движение, например, картина «Арест пропагандиста». В портретах современников художник показывал личность человека как в психологическом, так и в социальном плане. Любая черта в выражении лица и мимики отражает общее состояние человека, поэтому в его портретах динамика приобретает особую остроту. Он написал более 300 портретов, среди которых портреты Стасова, Стрепетовой, Пирогова и Мусорского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 июля 1959 года на американской выставке в Москве вице-президент США Ричард Никсон встретился с советским лидером Никитой Хрущевым. Главы стран вступили в дискуссию, которое вскоре получило название «Кухонный спор». В день открытия первой американской национальной выставки в парке «Сокольники» в Москве Никсон водил Хрущева по экспозиции, посвященной быту американцев. На выставке демонстрировались последние достижения промышленной и бытовой техники, образцы искусства, в павильонах показывали фильмы о США. Посетители могли прогуляться по комнатам типичного американского дома, оснащенного электрополотером и стиральной машиной со встроенной панелью управления. Именно на кухне этого дома и состоялась словесная дуэль Хрущева и Никсона. Кухня была наполнена массой бытовой техники. В СССР дискуссия не была опубликована. А сам этот эпизод никогда не находился в центре внимания. На Западе, напротив, этот спор вызвал и вызывает до сих пор пристальное внимание. «Нью-Йорк Таймс» опубликовал отредактированную расшифровку дебатов. Хрущев начал с предупреждения о том, что стране, которая склонна к войне, мы слегка надерем уши. Также он пообещал помахать Америке ручкой, когда СССР будет ее перегонять. Никсон с гордостью продемонстрировал Хрущеву новейшую технику. Цветное телевидение, стиральную машину-автомат, посудомоечную машину, электрический полотер. Хрущев, однако, не признал американского первенства и насмешливо спросил. «А у вас нет такой машины, которая бы клала еду в рот и проталкивала ее дальше? Вы показываете нам много интересных вещей, но они не необходимы для жизни. Это всего лишь штучки». Вся дальнейшая дискуссия также состояла из обмена хлесткими репликами на тему, кто сильнее. Однако завершился диалог мирно. Обе стороны согласились, что необходимо искать согласие. Кроме того, участники дискуссии обменялись пророчествами. «Ваши внуки будут жить при коммунизме», – сказал Хрущев Никсону. «Ваши внуки будут жить при свободе», – ответил Петр. Конец 50-х годов – это время краткого потепления в отношениях СССР с Западом. В целом же правление Хрущева ознаменовалось усилением гонки вооружений, что едва не привело к вооруженному конфликту во время так называемого Карибского кризиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова